Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на смартфон, который интересный, так еще и по привлекательной цене. Поэтому вместе давайте разбираться, как это все работает. Полное номинование модели смартфона TCL 30+. В комплекте находится прозрачный силиконовый чехол, инструкция и условия гарантии. Зарядное устройство и кабель для зарядки синхронизации с ПК тоже положили. Внешне смартфон выполнен в стильном и красивом корпусе. Тыловая крышка матовая в светло-голубом цвете. Но конкретно у меня, так как есть еще версия смартфона в черном цвете. Тут же выбирайте какой вам нравится больше. Причем выполнена она из стекловолокна. На ощупь приятная. Отпечатки не собирает, а вот грани наоборот серебристые, глянцевые. Отпечатки остаются, но в целом не сильно. Толщина 7,74 мм, а вес 184 грамма. На правой грани находится качелька громкости, кнопка включения разблокировки и она же совмещена со сканером отпечатка пальцев. Он срабатывает моментально, то есть приложил палец и у тебя смартфон сразу же разблокировался. На левой же грани находится слот для двух сим-карт, либо одной симки и карты памяти типа microSD. Опять-таки выбирайте, что вам лучше. Либо две симки, либо симка и флешка. На нижней грани 3,5 мм. Микрофон, USB Type-C для зарядки и синхронизации, а также динамик. Есть и второй динамик. Работают они в стереопаре и находится он на верхней грани смартфона. Звук по-хорошему удивил. Я лично не ожидал, что может звучать столь сбалансировано и объемно. Музыку послушать, фильмы посмотреть. Тот же YouTube совсем справляется на 10 из 10. С играми отдельно стоит выделить, чтобы четко понимать, с какой стороны к тебе подошел враг. Те, кто частенько играет в PUBG, хорошо понимают, насколько это бывает важно. На задней игрушке смартфона находится интеллектуальная тройная камера. Главный модуль 50 мегапикселей. Используется искусственный интеллект. Макро-модуль на 2 мегапикселя, а также есть датчик глубины на 2 мегапикселя. Качество фотографии удивило, причем как в дневное время суток, так и ночью. Мы получаем детализированное изображение, очень точную цветопередачу. И самое главное, что я люблю больше всего, возможность снимать по принципу достал смартфон, быстро запустил камеру и тут же сделал снимок. И при этом получил реально крутое качество. Легко подойдет как для пополнения вашего личного фотоархива, так и порадует тех, кто следит за вашей активностью в социальных сетях. Видео можно снимать с качеством до 1080p при 30 кадрах в секунду. Автофокус ведет себя весьма корректно. Режим портрета и Pro режим тоже в наличии. Фронтальная камера на 13 мегапикселей. Она обладает автофокусом. Примечательно, что камера имеет широкий угол 96 градусов. Прикольная фишка, при грубовых селфи изображение как бы раздвигается. Качество фото можете оценить сами, сейчас на экране. Ну и в комментариях обязательно под видео напишите, понравилось качество или нет. Это касается абсолютно всех камер, как тыловых, так и фронтальной. Дисплей выполнен по технологии AMOLED. Размер 6,7 дюйма. А разрешение Full HD+, то есть 2400 на 1080 пикселей. Качество на высоте. Пиковая яркость заставила до 900 нит. К точности цветопередачи нет никаких вопросов. Отдельно стоит отметить, цветовой охват DCI-P3 он составил 100%. Повышенную герцовку не добавили на 60 герц. Зато есть функция всегда на экране. Там можно добавить информацию, которая будет выводиться на экране блокировки в режиме ожидания. Полезно. Причем не только время и дату показывает, но и температуру с зарядом батареи. Температуру окружающей среды я, конечно, имею в виду. Про фирменную технологию NXT Vision тоже не забыли. Улучшает качество изображения. Повышает четкость, контрастность, яркость и обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу. Кроме этого, на 30% снижает интенсивность излучения синего цвета без искажения цветопередачи. Неважно, какой контент вы будете на нем смотреть, здесь любой будет выглядеть замечательно. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Mediatek Helio G37. 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. Назвать смартфон игровым не получится, однако поиграть все-таки возможно. На примере Pug Mobile давайте это проверим. Как хорошо заметно, FPS вполне стабильный и играть более чем приятно. А потому время скоротать точно получится. Тесты пропускать мы не можем. Результаты сейчас перед вами на экране. Вполне достойные показатели. Пусть не самый мощный процессор, но соотношение цена-качество и конечный результат по производительности действительно радует. Из дополнительного, но крайне интересного. В качестве операционной системы выступает Android 12. Дополняется фирменная оболочка DCL-UI, которая тут представлена уже в четвертом поколении. Много дополнений в плане функционала, но главное это стабильная и плавная работа. Мне лично очень нравится боковое меню. Оттуда можно запустить приложение, выбрать и перейти к контакту. Заранее просто добавляете некий такой список избранного и получить самую настоящую линейку. Причем она реально физическая. Про это действие хорошо, что не забыли. Я, честно говоря, вот подобными возможностями всегда пользуюсь. Аккумулятор 5010 мАч. А быстро заряжаться он может при помощи зарядки на 18 Вт. NFC? Да, тоже на месте. А знать, что оплата в магазинах не будет проблемой. Тем более тут Android, используйте абсолютно любое решение. От банка, либо стороннюю платежную систему. Просто устанавливая ее в системе по умолчанию. Что по итогам? TCL 30 Plus это отличный смартфон. Несмотря на не самый мощный процессор, мы получаем здесь действительно крутой и качественный дисплей. В паре со стереодинамиками и объемные батареи. Что позволяет вам действительно наслаждаться очень долго контентом и получать максимум удовольствия. Весьма лояльный ценник тоже будет весомым плюсом. Но актуальную цену, когда вы смотрите это видео, можно узнать по ссылке в описании. Если смотрите на YouTube, она также будет продублирована в прикрепленном комментарии. От меня самые искренние рекомендации. Ну и конечно, не забывайте поставить большой палец вверх. Подписаться на канал там, где вы смотрите. И не забывайте переходить в Telegram. Там тоже много интересных видосов. И на них можно оставить свою реакцию. Там действительно большой выбор смайлов. И мы четко поймем, понравилось ли вам видео и какую эмоцию оно у вас вызвало. Так что давайте дерзайте, ссылки будут также в описании.